Барикоз. Нет вен, нет проблем. Так думают многие женщины, кто столкнулся с этой проблемой. Каким образом? Ну, они думают, ничего страшного, вот вены видны, еще чуть-чуть подожду, до операции дотяну, операция решит мои проблемы. Так ли это? Ну, когда ко мне обращаются, как к рефлексологу-нутрициологу с вопросом, что же мне делать с моими венами, я все-таки пытаюсь убедить человека о том, что необходим комплексный подход и необходимо найти причину, первопричину, почему же у нас происходит формирование этого варикоза и его дальнейшее развитие, ухудшение. И наш комплексный подход я бы хотела обсудить с моим папой, практикующим врачом, у которого огромный опыт работы именно с данной темой. И что же он нам скажет? Какой комплексный подход? Именно три главных момента, на которые нужно обращать внимание, которые самые эффективные в борьбе с этой патологией. Я хочу сказать, уважаемые коллеги, о том, что варикоз, как это сейчас неудивительно прозвучит для многих, для вас, является очень удобной болезнью. Почему? Потому что с точки зрения, будем говорить, локализации внутренней, которая является, как правило, стопроцентной причиной развития внешних проявлений такой болезни, как варикозная болезнь, как варикоз, особенно варикоз нижних конечностей, да, собственно, и любой локализации на верхних конечностях, на голове, на лице, на спине, на ногах, является показателем хронических, рецидивирующих, то, что мы называем персистирующих, то есть, в переводе на русский язык, постоянно присутствие очага хронического воспаления. И с учетом того, что у нас, как раз-таки, венозная система является канализирующей системой, то есть, максимально тем спуском, тем стоком, канализирующим, очистительным свойством, которые, в общем-то, мы придаем огромное значение с точки зрения сохранения нашей молодости, сохранения нашего внешнего вида, нашего внутреннего состояния, как раз-таки, состоятельность вен является показателем того, с чего надо начинать, и куда надо, в первую очередь, на что надо обращать внимание. Поэтому, это очень легко, с точки зрения понимания локализации, и чтобы вам было понятно, максимальное представление варикозных вен на задней поверхности бедер, на задней поверхности голенослопа, как правило, это указывает у нас на несостоятельность мочи половой системы, наружная часть наших нижних конечностей, у нас является показателем несостоятельности желчного пузыря, проблем с желчным пузырем, проблем с желудком, внутренняя поверхность голени, внутренняя поверхность бедер, является показателем проблем, связанных с печенью, связанных с почками, и связанных с системой селезенки, и системой поджелудочной железы. Поэтому, вы можете, конечно, подвергнуть себя, и свою сосудистую систему, различным экстерсизмом, можете убрать вену, можете убрать гроздевидные вены, но от этого проблема, конечно, решаться не будет. Ни в коем случае, почему, потому что, в принципе, показательности внешние, как я уже говорил, является тем самым мастер-ключом, который позволяет умному, думающему врачу, в достаточной степени, успешно справляться, особенно в области консервативного воздействия. И в этом смысле, я хочу сказать о том, что все условные топы, которые имеются на сегодняшний день, это максимально разрекламированная система лазерной коррекции, крио, то есть холодовой оперативности, даже протезирование, стентирование венозной системы, в общем-то, это носит не более, чем эстетический характер. Но практика показывает о том, что подмена эстетики никаким образом не решает внутренние проблемы. И с учетом того, конечно, что я сказал выше, что варикоз сам по себе является показателем хронического воспаления внутри нас, в частности, желудочно-кишечного тракта, конечно, в первую очередь нужно обращать внимание, помимо привязки к конкретным органам, к конкретным системам, общего обменного фона. Конечно, общим местом сейчас стали рекомендации по условно здоровому образу жизни, представляя, представление большое, имеют различные виды диеты, очковые, кремлевские, силиконовые долины и так далее, системы 20 на 4, 18 на 6 и так далее. То есть, когда нет необходимости, в общем-то, в этом смысле эти моменты обсуждать, потому что в основе состоятельности венозной системы, как яркого представителя сосудистой системы в целом, конечно, является целесообразное поведение печени и целесообразное поведение желчи. Поэтому, в общем-то, в этом плане, конечно, следует лишний раз сказать о том, что те проблемы, которые зачастую предлагаются вашими коллегами, глубоко уважаемая дыщерь моя и коллега по медицинскому делу, как рефлексолог, нутрициолог. Я хочу сказать, что, когда происходит подмена в части просто титульных назначений, мол, особенно это ярко видно при варикозе по гроздовидному типу, когда это ярко видно при проблемах, которые связаны с изъязвлениями внешних поверхностей кожи, которые очень часто сопровождают, будем говорить, варикозные болезни. В общем-то, просто даются некие рекомендации по применению тех или иных микро- и макроэлементов, которые не решают вопросы, почему? Потому что не решаются основные вопросы по очистительной функции печени в целом и очистительной функции кишечника тонкого и толстого в целом. Поэтому, в общем-то, я хочу сказать о том, что традиционно, традиционно, извините за мой португальский язык, именно традиционная восточная медицина очень давно занимается вопросами варикоза, очень давно занимается вопросами рефлекторной коррекции. И есть даже якогамская школа, японская школа рефлексотерапии, использование десяти ЦИ, так называемых, десяти видов энергии, которая очень хорошо помогает регулировать вот эти вот состояния, которые связаны с нарушением тонуса сосудов. Потому что, как правило, как раз-таки внешнее изображение варикоза, это, как раз-таки, показатель нарушения тонуса. Напряженность, покраснение, боль и так далее, и так далее. То, что сопровождает внешнее проявление, как правило, это гипервнешнее проявление. А на фоне этих проблем, в общем-то, мы легко можем говорить о том, что отсутствие тонуса внутренних сосудистых систем, конечно, приводит к этим внешним изменениям. Поэтому, еще раз хочется сказать, и резюмируя вопрос, о оперативном вмешательстве. Но, если это крайний случай, и максимальная идея фикс. Если это крайний случай, в части того, что длительное время не заживает трофические изменения, длительное рожистое воспаление, длительные моменты, связанные с сукровичным поражением стенок сосудов, когда происходит поражение лимфатической системы, когда происходит поражение нервной системы. И пользуясь случаем, я хочу сказать о том, что очень часто, именно женщины, женщины среднего, молодого возраста, пропускают эти моменты на периоды беременности. А то, что касается среднего возраста, вот эта повсеместная англо-сакская или европейская мода на отсрочивание сроков воспроизводства поздних беременностей, потом одна, или двух, или трехкратные беременности, последовательно друг за другом, конечно, приводит к тому, что причины варикоза, они усугубляются еще по одной простой причине. Почему? Потому что с возрастом биологическим активным теряется, будем говорить, та самая функциональная биохимическая экспонента, которая позволяет женщине благополучно переживать периоды между беременностями, между родами, и даже в процессе самого менструального цикла, указывает лишний раз. Я хочу сказать, вот пользуясь случаем, я хочу сказать о том, что все нарушения менструального цикла сами по себе уже являются признаками грядущих варикозных проблем. Грядущих варикозных проблем по одной простой причине, потому что клубок проблем женских в этой части, то, что мы говорим об уровне фертильности, это органы малого таза, это не только матка, это не только придатки, это не только трубы маточные, это еще и состояние прямой кишки, это состояние мышц, которые способствуют успеху вынашиванию и родовспоможению, это состоятельность бедер, это состоятельность, будем говорить, сопутствующих систем, каких в этой части, это состояние мочевого пузыря, состояние мочеточника. Пап, я правильно понимаю, основные методы, которые эффективно борются с причиной, первой причиной варикоза, это, как я понимаю, на пьедестале стоит работа, качественная работа нашей печени, желчного пузыря, именно в плане качественного детокса, отсутствия воспаления в организме. А как это можно поддержать, то есть какими методами? Ну, на первый план у нас всегда выходит наша рефлекторная гимнастика, правильно? Ну, я попытался в нескольких словах сказать о том, что, в общем-то, варикоз является одной из самых, будем говорить, известных состояний, известных состояний с тех времен, когда стали формироваться медицинские памятники. Если мы обратимся к греко-римской медицине, то нам, конечно, необходимо вспомнить обязательно римского врача Галена, который разработал в свое время так называемую Галеновскую лягусиную гимнастику, направленную на купирование приступа варикоза. Нам необходимо, конечно, Галена в этой части вспомнить. Почему? Потому что, в общем-то, Гален является правовестником методов, предупреждающих преждевременные выкидыши, преждевременные роды. Почему? Потому что за много долго до того, когда европейские анатомы определили причины недоношиваемости преждевременных родов, то оказывается, что это вызывалось состояниями несостоятельности со стороны желудка в лице того, что опускался у беременных часто желудок. А за счет чего он опускался? Опускался за счет того, что неправильно вела себя поперечная ободочная кишка. А почему неправильно вела себя поперечная ободочная кишка? Потому что нарушалась анатомическая петля уложения тонкого кишечника. То есть, помимо беременного живота, у женщины петли тонкого кишечника подвигали матку еще в достаточной степени вперед, освобождалось место, куда опускалась поперечная ободочная кишка, опускался желудок. И кстати, пользуясь случаем, я хочу сказать, что помимо голена, вот эти методики, но уже с использованием определенных приемов, тепловой обработки, прижигания, холодовых приемов, постановки игл, постановки специальных микроигл, очень широко использовались и в Монголии, очень широко использовались в Северном Китае. Но, особенно, это воплотило себя в таком памятнике грандиозном медицинском, как памятники тибетской медицины в джучи, которые, в общем-то, указывали на том, что изменение состоятельности тонуса со стороны сосудов, выпирание сосудов на ногах, на руках, на животе, очень часто приводило или к невозможности забеременеть, или к невозможности правильного вынашивания. Ну, что мы сделали, что мы делаем втроем? То есть, ты, мама, наша коллега, профессор Картанко, и ваш покорный слуга. Мы просто объединили вот эти вот моменты голеновских упражнений, изометрической, так называемой, бескислородной гимнастики, взяли определенные постулаты японской рефлекторной медицины, иглоукалывания, прижигания. Взяли в некоторой степени тибетскую медицину, объединили их в такой некий конгломерат. У нас получился продукт, который очень хорошо эти вопросы решает. И, как показывает практика, огромное количество мы получаем благодарных отзывов, документально подтвержденных, документально подтверждаемых, то есть, это и УЗИ, исследования, и фотографическое отображение обстоятельств до, течения и после, как говорится, before and after, как американцы говорят или англичане, то есть, до и после. И, конечно, предупреждение огромного количества, огромного количества осложнений. Почему? Потому что, на первый взгляд, при всей своей внешней простоте и протекании, да, пусть это в какой-то степени болезненно, но в определенной степени болезненно, антиэстетическое и антиэстетическое зрелище и так далее, и так далее. Но для думающего врача, как я уже сказал выше, в начале ролика, это понятно. Включай медицинскую голову, соображай, и тебе будет понятно, что делать. Но очень часто именно хроническое воспаление, хроническое воспаление желудочно-кишечного тракта в целом, а в частности, воспаление тонкого кишечника, толстого кишечника, конечно, протекает с колоссальным нарушением всасываемости необходимых микроэлементов. Идет колоссальная потеря железа, идет колоссальная потеря цинка, идет колоссальная потеря вселенной, а на фоне того, что у нас признаки хронического воспаления, как правило, сопровождается огромным выпадом, попаданием в кровь кальция, то, соответственно, в связи с этим, кальций просто глушит, забивает с собой очень важный сосудистый микро, такой элемент, как магний. Поэтому, и в этом плане, конечно, мы должны понимать о том, что идет потеря магния. А потеря магния, в этом смысле, на чем будет отражаться? Вот магний, как один из микроэлементов, он важен очень для сосудов во всех его трех ипостасиях. Это качество тонуса, это качество пластичности, это качество каркасности. Почему? Потому что состояние тонуса, это качество движения, скорость движения крови по руслу, по внутреннему, хоть по венозному, хоть по артериальному, а в системе, которая связана с венозной недостаточностью, это всегда залегание огромного количества кальция в системе прикрепления, так называемых, будем говорить, систем створов, которые регулируют движение крови по венозным системам. Я вот на пальцах показываю, кровь накапливается, 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 и потом пропускается вверх. По законам физики так происходит. Но если у нас, в основании вот этих ворот, будем говорить, происходит перенакопление неорганических соединений, то что у нас получается? Вот отсюда у нас и получается разрастание самой ткани. Почему? Потому что вот это вот выдувание, если мы возвращаемся к этимологии варикоза, варикоз переводится на русский язык как возбухание, вздувание, вздутие. Поэтому и происходят такие изменения. И здесь еще очень важно понимать, уважаемые коллеги, что хроническое воспаление внутреннее, хроническое воспаление внутреннее, которое экстраполируется у нас или показательно проявляется в виде варикоза, внешнее проявление, это всегда потеря эластичности. А потеря эластичности, это всегда минус коллаген, это всегда минус эластин, это всегда минус, минус определенных жирных кислот. Это всегда определенный минус жирных кислот, на которые е, на которые полиненасыщенные жирные кислоты, которые принимают участие в общем абрисе противовоспалительной терапии. Но на них у нас в организме, в нашем вырабатывается определенное количество желчных кислот, которые в процессе обмена превращаются в желчные соли. И вот очень часто варикоз является сам по себе, показателем неполадок в области желчного пузыря. И, кстати, показательно, кстати, показательно о том, что, казалось бы, в одной и той же хирургической специальности, в хирургии, большая дистанция между флебологами, которые, так сказать, как в анекдоте, им бы только резать и усекать, и хирургами, которые занимаются абдоминальной хирургией. Пусть это, так сказать, эндоскопическое, но все равно это удаление желчного пузыря. А посредине остается бедный несчастный фамильный или семейный врач, терапевт, который, так сказать, не знает. Белые приходят, грабят, как в фильме Чапаев. Красные приходят, тоже грабят. Почему? Потому что огромное количество причин, огромное количество информации, которая приходит извне. Это вот, понимаете, вот вы, коллега, задаете вопрос, вот там топы. Вот это топы, которые обозначают вредоносность, топы, которые обозначают, и всем хочется быстро сразу получить, и вам, золотую таблетку одну, отгрызти ее с одной стороны, и нам потом с другой стороны хватит, нам голову морочить, давай показывай упражнение. И так, хорошо, я могу показывать упражнение. Но откуда мы знаем, откуда мы знаем, так сказать, насколько вы будете у себя это реализовывать с точки зрения знания и понимания механизмов того, что с вами это случилось и почему случилось. А подробнейшим образом на эту тему мы, как раз таки, будем говорить на нашем вебинаре, который называется «Ядро здоровья сосудов», на котором будем подробнейше обсуждать и локализацию изменения сосудов на ногах, на руках, на спине, на лице, на голове. И будем говорить о крайней необходимости применения, применения специфических, приспособленных биологически активных добавок. Вот мы, это абсолютно не в части рекламы, я хочу вам сказать. Вот наша семья разработала целую линейку препаратов. Вот три из них, в первую очередь, направлены для того, чтобы стабилизировать состояние, именно в данном случае, венозной системы, в данном случае, профилактики и лечения варикозной болезни. Это доктор Желч, это у нас панквилобелит, это у нас кальмобелит. Вот с одной стороны, это у нас система, которая отвечает за антикальциевую программу, это программа доктор Желч, которая у нас отвечает за стабилизацию тонуса самого непосредственно венозной системы. И панквилобелит, это замечательная биологически активная добавка, которая регулирует уровень ферментов, которая поддерживает внутреннее устилание, внутреннее состояние, внутренней пластичности именно страдающих варикозом венозной системы. Ну а если резюмировать все вышесказанное, на каких трех позициях мы можем помочь, собственно говоря, в проблеме варикоза? Ну первое, я считаю, это, конечно, использование рефлекторной гимнастики, рефлекторной нашей системы, которую вот мы буквально будем освещать, это ядро здоровья сосудов. Это, конечно, обязательное соблюдение целесообразного питания и, конечно, конечно, обязательное присутствие правильно подобранных биологически активных добавок в рационе питания. Потому что все остальные моменты, они носят важный, но прикладной характер, они не решают эти проблемы. А если мы объединим рефлекторную гимнастику, если мы объединяем целесообразное питание, если мы под целесообразное питание подкладываем правильно подобранные необходимые микроэлементы, то у нас получается тот самый конгломерат, который, по большому счету, не просто решает огромное количество проблем и эстетических, и внешних, но и избавляет от внутренних проблем. Потому что купируют хронические воспаления, потому что купируют хронические очаги воспаления, которые могут проявиться огромным количеством осложнений. Потому что, по большому счету, по большому счету, варикоз, и если можно так образно сказать, это только вершина айсберга под названием патология сосудистой системы. Но я считаю важным дополнить то, что вообще в этой проблеме, да, как справляться с варикозом, с первопричиной, можно разобраться самому и уже помогать себе своими же руками. Как это делать, да, по вот этим трем направлениям, которые мы обозначили, мы, собственно говоря, будем раскрывать эту тему подробным образом на вебинаре, который состоится уже совсем скоро. Говорить когда? Нет. Ссылка для регистрации на бесплатный вебинар находится под этим видео, в описании. Поэтому, пожалуйста, приходите, разбирайтесь с проблемой комплексно и исходя из первопричины. Это ваш ключ, к благополучию, к красоте и к классному самочувствию. И самое главное, в безопасности сегодняшней, завтрашней и последующей вашей жизни, благо которого состоит в сохранении ваших сосудов. Мы вас ждем. Регистрируйтесь по ссылке в описании этого видео. Приходите обязательно. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова